Я по образованию историк, всегда тяготел к истории, очень её сильно любил, но история — это такой предмет, особенно со школы воспитывается, как кабинетный предмет. То есть в нём мало что интересного, и у многих учеников, но в том числе у меня в своё время родился такой негатив к этому предмету. Но опять-таки, в силу того, что я был любознательным ребёнком, мне всегда вот эти вот истории о викингах, о походах нравились. И однажды закралась такая идея, когда я уже учился в институте, чтобы историю сделать более интересной, более практичной, связать её с тем, что сейчас модно, стильно, молодёжно, скажем так, а именно с цифровой составляющей. И так родилась идея цифровизации исторической науки. Ну, эта цифровизация — очень большое понятие, поэтому нужно было на чём-то сосредоточиться, и я сосредоточился на сохранении историко-культурного наследия путём оцифровки этого самого наследия. И сейчас вот многие проекты, многие мои научные работы, они как раз-таки и связаны именно с этим. Я стараюсь не ограничиваться, например, оцифровкой только лишь каких-то маленьких объектов, там, археологических. Я пробую оцифровывать всё и вся. Сейчас вот один из крупных проектов научных, которые мы с командой реализуем, это цифровка памятников музея под открытым небом Василёва, который находится в Тожорском районе. Очень хороший музей, прекрасное место, но, как вы знаете, деревянные памятники долго не живут, да, и это наша история, которую нужно сохранять, и вот один из способов сохранения этой истории, соответственно, оцифровка. Что это подразумевает? Мы создаём трёхмерную копию объекта, который вот существует в действительности, в цифровом пространстве, причём делаем это так, чтобы было максимально правдоподобно. Вот как, ежели у нас был в реальности, мы перед ним стояли, да, так же мы видим его и в цифровом пространстве. Это очень здорово, по какой причине? Учёный, например, если у него нет доступа к этим объектам культуры, которые, предположим, изучают русскую культуру из-за рубежа или находятся в другой точке России, он может с помощью этой цифровой модели этот конкретный объект изучить. Благо, интернет позволяет, да, расстояние здесь нивелируется, и таким образом могу сказать, что наука, благодаря таким технологиям, двигаться будет быстрее. Более того, история не становится скучной от этого. Я имею в виду история, я как не наука, а как школьный предмет. По одной простой причине. Мы приходили в школы, мы показывали детям то, что мы оцифровывали в виртуальной и до полной реальности. И, конечно же, вы представляете, какой это производило фурор у тех же самых детей, которые привыкли к книгам, к текстам, а тут история, которая визуальна, которую они могут посмотреть через свой мобильный телефон. А востребованность? Ну, в ваших проектах, да. Конечно, востребована с учетом того, что, например, государство финансирует некоторые проекты в рамках гранта, но если государство на это выделяет деньги, значит, соответственно, это нужно. Более того, вы знаете, что у нас есть ряд национальных проектов, да, и в том числе в рамках проекта «Цифровая культура» создаются цифровые контенты, постановок, пьес всяких разных, ну и в том числе, соответственно, какие-то музейные экспозиции тоже планируется цифровывать и, ну да, скажем так, подавать в массы посредством современных технологий, посредством сети интернет. Чтобы интернет у нас был не просто как развлекающая составляющая, да, в большей степени, а, наверное, в большей степени как составляющая именно научная, откуда мы можем, ну, все мы, без исключения, черпать знания о нашем мире. — Если не секрет, куда граждан потратить? — Потратить тебя на разработки? — Да, я вложу это в покупку нового оборудования, которое позволит мне более эффективно проводить оцифровку памятников архитектуры. — А что это, например, за оборудование? — Это конкретный фотоаппарат с конкретным объективом, который необходим для того, чтобы получать более качественный контент, нежели та техника, которая используется сейчас. — А сейчас что используете? — Ну, обычная цифровая мыльница, которая у меня была когда-то, которая увлекалась фотографией, снимала, то есть я использовал ее. — Еще какие-то, я так понимаю, компьютерные технологии? — Компьютерные технологии, конечно, без них никуда. Здесь я ничего не придумываю, я только пробую, сращиваю, смотрю на результат, но если этот результат, соответственно, устраивает, мы его внедряем. — А это какие-то программы разработанные или что-то? — Да, я использую бесплатный софт и технологию так называемой фотограмметрии. Это когда мы реконструируем трехмерный объект по плоским фотографиям. Технология очень здоровская, она упрощает ряд процессов, ну, конечно же, не без минусов, минусы тоже есть всегда. — Простите, где вы работаете? — Я работаю в детском технопарке Кванториум ведущим инженером. Ну и, конечно же, поскольку я студент года, я еще учусь в Ранхиксе. — Спасибо. Спасибо.